Друзья, всем привет! Я рад вновь приветствовать вас на своем канале. Сегодня в Санкт-Петербурге отличная погода и мы решили незамедлительно приехать на эту площадку и снять для вас техническую серию. Это видео будет посвящено моему стантовому мотоциклу. Оно будет интересно людям, которые интересуются стандрайдингом, люди, которые интересуются техническими характеристиками и узлами мотоцикла. Так что добро пожаловать в новую серию. Погнали! Совсем недавно на моем канале вышел выпуск с обзором на мой стантовый мотоцикл Husqvarna 630SMR, в котором я организовал небольшой конкурс для вас. В этом конкурсе нужно было угадать, какой из узлов я буду переделывать в ближайшее время на своем мотоцикле. Комментариев было много и правильных, и не очень, но первым был человек с никнеймом «Водитель трамвая». Итак, «Водитель трамвая», ты совершенно прав. В этой серии я буду рассказывать о переделке задних тормозов на своем стантовом мотоцикле. На языке стандрайдинга это называется «хендбрейк», если мало ли кто не знал. Поэтому обязательно дай мне обратную связь, либо в комментарии под этим видосом, либо в любую из соцсетей, которую ты сейчас увидишь на экране. Чтобы было понятно, я немного расскажу, как устроены тормоза на мотоцикле и чем отличается ребилд для стантового мотоцикла от обычных стоковых тормозов. Стоковые тормоза любого серийного мотоцикла на самом деле не сильно отличаются одни от других. И независимо, едешь ли ты на спортбайке по Невскому с красивой девчонкой за спиной, или месишь грязь где-нибудь глубоко в лесу, ты будешь всегда тормозить либо передним тормозом, который находится на правой части руля, либо будешь тормозить лапкой заднего тормоза, который находится под водительской правой подножкой. Но все меняется, если ты решил войти в касту стандрайдеров. Тут сразу придется все менять. Все да не все. На самом деле в большинстве своем стандрайдеры используют передние тормоза в стоковом варианте. И если, конечно, у тебя нет лишних денег в кармане, там порядка 20 тысяч рублей, то тебе, наверное, не стоит менять тормоза на какие-нибудь топовые, типа Магура, Брембо или Акасата. В принципе, из плюсов появятся только лишь какие-то дополнительные настройки рычага. На самом деле передняя тормозная система обычно остается в стоковом варианте. Что нельзя сказать о задней тормозной системе. Смотрим, как она устроена на моем мотоцикле. Эта система прошла уже две стадии модернизации. С завода в стоковом варианте на этом мотоцикле стоял однопоршневой суппорт Брембо с 220 диском. Но прогрессируя, райдер быстро упирается в ограниченное количество трюков на этом сетапе. И поэтому его быстро приходится переделывать. Поэтому, естественно, мной был установлен к пару к этому однопоршневому суппорту второй двухпоршневой суппорт плавающего типа. Это не совсем стандартное решение, потому что обычно вторым суппортом ставится какой-нибудь там четырехпоршневое суммитома, допустим. Но все не так просто в случае с мотардом, так как колеса на нем спицованные и расстояние между спицами и суппортом ограничено. Поэтому тот суппорт просто-напросто туда не влезает. Поэтому мной был выбран этот вариант. И на таком конфиге я проездил, наверное, около трех лет. После чего я понял, что при агрессивных трюках, допустим, power circle или какие-то агрессивные выходы из кругов, эти тормоза начинают плыть. То есть ручка становится ватной, они перегреваются. И было принято решение перейти уже на вот такую систему с двумя плавающими суппортами и с возможностью установки третьего суппорта. Соответственно, один суппорт планируется в ногу. Ну, как вы видите, он здесь стоит в ногу. И два суппорта в руку. Но я сразу не стал ставить два суппорта. Я решил поставить один, чтобы все это испытать. Потому что система так и так стала усиленной за счет установки сюда вместо 220 диска 260. Да еще и стало понятно, что, скорее всего, придется поменять мастер-цилиндр Магура 13 мм. Потому что она вряд ли бы смогла раскачать двухсупортовую систему на этом мотоцикле. Потому что просто-напросто ей бы не хватило объема для этого. На то время я не располагал средствами, чтобы купить другую машинку. Поэтому на этой системе я проездил около трех лет. И на данный момент она меня полностью безоговорочно перестала устраивать. Итак, непосредственно что меня перестало устраивать в моем хендбрейке, в моей системе, на которой я отъездил три года. Но все эти три года я был где-то что-то чуть-чуть недоволен. То в одном месте, то в другом. Все это недовольство накопилось в такой большой ком, с которым мы сейчас будем бороться. Итак, первое и основное, что меня не устраивает в этой тормозной системе, это тормозной диск. Почему он меня не устраивает? Дело в том, что этот тормозной диск мы решили сделать кастомным образом. Мы не заказывали какой-то фирменный диск, а просто вырезали его из нержавеющей стали на лазере. И адаптировали сюда. Как выяснилось, может быть для каких-нибудь дорожных вариантов, там с коферейсерами и так далее, она подходит. Но, естественно, для боевого мотарда, который используется в станте, где тормоза зажаты 90% времени, когда райдер катается на мотоцикле. Естественно, это сталь. Это диск, он не справляется. На нем появляются борозды. Тем самым моментально стираются колодки. И просто огромнейший износ, если кататься постоянно, мне колодок хватает на неделю, чтобы вы понимали. То есть на ручных суппортах мне хватает колодок на неделю, но ноги чуть побольше, но тем не менее, это как бы никуда не годится. Второе. Как я уже сказал, во второй переделке мною был убран суппорт Брембо штатный и установлен вместо него двухпоршневой суппорт Токика. Это в ножной тормоз. Почему он меня тоже не устраивает? Потому что он слишком мощный. Мало того, что увеличился диаметр диска, что существенно повлияло на отзывчивость педали тормоза. И плюс еще я добавил сразу мощный тормоз. Его реально стало много. Его реально стало много. Мотик стал в сидячих серках забивать гвозди. Короче говоря, вот я три года мучаюсь, три года хочу его поменять. Наконец-то время сейчас зашло. Что нельзя сказать о суппорте, который встает в руку? Здесь наоборот. Потому что изначально не был поставлен второй, потому что я сэкономил на машинке. И этот суппорт, он всегда точно так же практически плыл, как и на 220-м диске. Но только на 220-м диске он работал нормально, потому что там сам диск был качественный. А тут диск некачественный, поэтому тормоза перегреваются, ручка постоянно бьет. И постоянно возникают какие-то проблемы. Получается, проблема и в ножном тормозе, и в ручном тормозе. Поэтому, мне кажется, пришла та самая пора поменять наконец-то эту тормозную систему. И начать кайфовать от процесса езды на заднем колесе. Так что сейчас мы быстренько перемещаемся в наш станд-гараж, где нас ждет Саша, чтобы засетапить нашу новую хендбрейк-систему. Для нас по навигатору путь займет примерно около часа. Я надеюсь, что вы окажетесь там намного быстрее, чем мы. И так, наконец, мы перенеслись в сервис Heavy Duty. Мотик уже стоит, ждет свои минуты, когда мы будем менять тормоза. Также я нашел тут свой второй мотик. Я уже, честно говоря, забыл про то, что здесь у меня валяется. Мне уже не терпится установить новые ништяки. Санек, расскажи мне, что у нас на столе тут лежит за сокровище? Ну, во-первых, поставим тебе новый тормозной диск от Галфера. Все это будет у нас скоммутировано с дополнительным суппортом, который ты хотел, и новыми тормозными шлангами. Также у нас будет установлена новая тормозная машинка, которая очень такая интересная и надежная. И есть отличный переходник под дополнительный суппорт, который ты хотел, чтобы тормоза работали эффективнее. И все это мы заправим твоей суперской тормозной жидкостью. Естественно, тормозная жидкость, естественно, только вульф, потому что мы выбираем лучшие материалы, и без нее вообще никуда. Хочу вам рассказать про переходник для суппортов, потому что потом его туда поставим, а о всем остальном я, естественно, расскажу после установки. Но переходник, во-первых, он красивый, и пока его видно, естественно, нужно про него рассказать. Сделан он Made in Mad Custom. Это мои ребята-партнеры, я с ними уже тысячу лет сотрудничаю. из цельного куска алюминия под мои стандарты, под мой диск, под мои суппорта, которые мне нужны, подписалась программа отдельно. И чтобы вы понимали, что готовых решений на этот мотоцикл нет, все нужно делать самим. Ну и плюс, естественно, мне его заанодировали в красивый цвет, который я попросил, потому что шланги у нас такого же цвета, и я подумал, что, ну, наверное, будет смотреться хорошо, если мы покрасим его фиолетовым. Короче, у нас все готово. Саня, ну что, давай попробуем засетапить всю эту историю? Да, погнали. Погнали, ребята. Помощь Степа 500 рублей. Помощь Степа 500 рублей, отлично. Да не, короче, смотри, он шел между, вот смотри, между перьями, как получается, с правой стороны от траверса. И потом уходил, да, вот сюда, где радиатор, и получается, за корпусом воздушного фильтра уже там через петлю назад шел. Парни, вы, наверное, можете задаться вопросом, почему фиолетовый шланг, почему фиолетовый переходник, но если вы посмотрите следующую серию, которая выйдет сразу за этой, вы поймете, для чего столько много фиолетового цвета, потому что там фиолетового просто в квадрате. Поэтому это все не просто так, чтобы все было в одной какой-то цветовой гамме, мы решили вот этот сезон такого, фиолетовый сезон, короче говоря, устроить. Поэтому все фиолетовое. Фиолетовое пудро, не ты, и я. Санек, знаешь, что я думаю, надо на будущее сделать? Смотри, вот здесь, помнишь, у меня на Магуре была такая? Либо надо ручку отодвинуть туда дальше, да, чтобы у меня палец в упор здесь был, либо надо ее тогда тоже, ну, как бы, корчевать. Ну, можно, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На тренировку едешь или нет? Или ты по три раза будешь туда-обратно снимать этот переход? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Операция «Держи, качай» идет полным ходом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, у нас все готово. Наконец-то мы собрали все наши детали воедино. И у нас получился вот такой хендбрейк. Я думаю, что комментарии здесь излишни. Это все шикарно выглядит. Я уже даже немножко тут протестил на площадке. Первое ощущение, это как, знаете, как с Жигулей на иномарку пересесть. Примерно вот такие ощущения. Ничего не бьет, все работает четко. Конечно, пока что есть избыточная мощность в тормозах. Я уже даже парочку гвоздей на 200 забил, пока тренировался. Но на самом деле это очень круто. Это к этому быстро привыкаешь. И назад уже, естественно, не вернуться. Основная разница, ну, по первым ощущениям, там я давил ручку постоянно. Ну, грубо говоря, когда ты ездишь круги, когда ты ездишь прямяки, в ручном тормозе, ты постоянно, грубо говоря, давишь на ручку. Сейчас же работа выглядит примерно так. Ты чуть-чуть пальцем постоянно, грубо говоря, отпускаешь, нажимаешь, отпускаешь, нажимаешь. То есть практически ты на ручку не надавливаешь. Это прикольно. В этом есть будущее. И как бы я думаю, что прогресс сейчас не заставит себя долго ждать. Но поскольку у нас все готово, давайте немножко я все-таки пробегусь. Потому что получилось, что здесь как мы поставили, чтобы было понятно, как бы, конечный результат. Я сразу скажу, сейчас будет как бы и такая небольшая реклама, за которую мне по факту не платили, и такая антиреклама. То есть я говорю все так, как есть. Про вот эти компоненты, которые здесь стоят. Переходник Mad Custom. Все четко, все с первого раза, все подошло. Все отлично. Значит, суппорта у меня были. Один родной, два от классического мотика. Они у меня давным-давно, я уже не помню от какого. Диск Калфер. Ну, тут все просто. Я его заказал в Москве. Оригинальный. То есть все быстро пришло. Все как бы, ну, только деньги плати, как говорится. Что касается тормозных магистралей, да, тормозных шлангов. Здесь все вот как бы пришло в такую, как бы, кондицию тупика, грубо говоря. Потому что я эти шланги вымучивал, мучил, наверное, месяца два. О чем речь, да? То есть у нас есть, грубо говоря, компания Hell, да. Она, естественно, европейская. Там у них все работает хорошо. Есть представительство Hell в России. Есть маленький представитель Hell в Санкт-Петербурге. Изначально я обратился к нему. Естественно, там, меня все узнали. Мы там договорились о небольших скидках. Все вроде как было бы хорошо. Но у него не было в наличии такого шланга. Такого цвета. И мы его дозаказали в Москве. И этот шланг, внимание, я ждал полтора месяца. Сам звонил этому человеку, там, спрашивал. То есть никакой клиента ориентированности, соответственно, я не увидел. Ребята из Москвы, после того, как я к ним обратился, они, конечно, попытались исправить эту ситуацию. Но, опять же, прислали шланги. Есть вопросы. Тут нет термоусадки. Там тоже нет термоусадки. Не хватает шайб. Короче, ребята, суть в чем? Шланги Hell отличные. Наверное, аналогов на российском рынке им не найти по факту. Потому что хорошие материалы. Да, и все в наличии. Что самое главное. Не надо где-то далеко заказывать. Но маркетинг пока что оставляет желать лучшего. Это мой комментарий от человека, который просто, грубо говоря, заказал. И что-то пошло не так. То есть непредвзятое мнение. Ручка тормоза, мастер-цилиндр, фирма Акасата. Эту ручку я заказывал у ребят из Танкс в Москве. Все сработало, соответственно, из разряда сегодня купил. Завтра пришло. То есть ребята работают отлично. Обращайтесь. У них, кстати, много есть, что в наличии для стандрайдинга и не только. А это немаловажно. Все ссылки на эти компании я оставлю в описании к этому видео. Кстати говоря, совершенно бескорыстно. Просто для того, чтобы вам было легче их найти. Ребята, что касается цены моего нового комплекта. Я сейчас хотел озвучить, да, что сколько стоит. Но подумал, что, наверное, лучше бы это сделали вы. Потому что бытует мнение, что стандрайдинг удовольствия довольно-таки такое недорогое, грубо говоря. По сравнению, там, может быть, с тем же дрифтом или всякими техническими авто-мото видами спорта. Еще раз говорю, суппорта у меня были. Три суппорта мы их в расчет не берем. Как вы думаете, сколько мне обошлось вот этот ребилд на хендбрейк для моего мотоцикла? Угадывайте, пишите комментарии. И... Ну, короче, просто угадывайте, пишите комментарии. Если кто угадает, я отвечу ему в комментарии. Напишу, чувак, ты молодец, ты все правильно угадал. И ты в теме, ты врубаешься, что сколько стоит. Потому что многие думают, что, типа, да, мотик для стандрайдинга, это как, знаешь, по старым, по старым таким еще вот этим байкам и историям, типа, 50 тысяч рублей вообще легко можно переделать мотоцикл в стандрайдинг. Вот просто угадайте, сколько стоит переделка только заднего тормоза отдельно на мотоцикл. Погнали. Друзья, так что вот такой у нас получился сегодня видос. Я очень доволен. Во-первых, я поменял тормоза, покатался, потренировался, да еще и видос для вас сняли. Его я, кстати, добавлю в плейлист Tech Insight на моем канале. Там находятся все технические видосы. Их сейчас пока немного, но в дальнейшем их будет прибавляться. А с вами был Степан Маслов. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok